На сегодняшний день каждый родитель, заботясь о семье, будущем детей, трудится днем и ночью во благо семьи. Возможно, именно это и является причиной того, что большинство родителей не знают, чем занимаются дети в их отсутствии, где и как проводят время вне жилища. И, возможно, поэтому дети растут практически без присмотра и занимаются, чем вздумается. Очень важно для ребенка, особенно для подростков, внимание со стороны родителей. В таком возрасте необходимо, чтобы родители, педагоги постоянно давали советы и контролировали. В силу того, что многие подростки подвержены подражанию, необходимо контролировать, чтобы не стали употреблять спиртное, сигареты и другие вредные вещества. На днях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при районном Акимате провели профилактический рейд по выявлению продаж несовершеннолетним вредных веществ, в том числе электронных сигарет. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, курение, сейчас везде продаются электронные сигареты. Наша комиссия вышла на рейдовые мероприятия, в рамках которого проверяются торговые точки на предмет продажи сигарет, в том числе электронных несовершеннолетним, а также наличие наглядных вывесок о запрете продажи сигарет лицам до 21 года. В ходе рейда владельцам магазинов выдаем предписание. Эти мероприятия мы проводим с целью вырастить здорового поколения казахстанцев. В состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав вошли государственные служащие, специалисты районного отдела образования, инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции Бурлинского района и родители. Профилактика правонарушений, предотвращение вредных привычек у несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни, разъяснительные беседы с продавцами о запрете продажи вредных веществ несовершеннолетним. От имени попечительского совета третьей школы я участвовала в рейде по выявлению продажи электронных сигарет и табачных изделий. Результат приятно удивил, что во многих точках, где продаются, соблюдают возрастную категорию. Хочется поблагодарить продавцов. И, конечно, очень хочется, чтобы было поменьше таких случаев, когда продают электронные сигареты или табачные изделия несовершеннолетним детям. На деле сложно выявить факты продажи спиртных напитков или табачных изделий детям до 21 года. Тем не менее, каждый гражданин, каждый продавец должен понимать, что и у них растут дети. Майя Амирова, Утеперген Харасай, Азамат Бабагужиев, телестудия Корычаганак.